Здесь воздух другой совсем. Сбор грибов увлекает за собой людей вне зависимости от профессии и социального статуса. И это неудивительно, ведь собственноручно собранные опята, лисички или маслята намного вкуснее купленных на рынке. Кроме того, в процессе сбора можно отдохнуть от городской суеты. Но следует также помнить, вкусный и многими любимый продукт, растущий у нас под ногами, не всегда может быть полезен. Как собирать грибы правильно, чтобы тихая охота не закончилась госпитализацией? За консультацией мы обратились к инфекционисту Татьяне Вячеславовне Борисовой. Вопрос идет о дикорастущих грибах и о тех проблемах, которые с этим связаны. На сегодняшний момент существует ежегодное отравление дикорастущими грибами. И сколько бы мы ни рассказывали и ни обращали внимания людей, эта проблема становится актуальной. В этом году, по данным МЧС ЛНР, 23 человека были госпитализированы отравлением дикорастущих грибов. И есть один летальный случай. На территории Луганской области, вообще в нашей существующей, есть даже обращения массовые, которые приводят к летальным исходам. То есть, что же хочется обратить внимание, что даже обычные, так называемые, съедобные грибы в определенных условиях могут становиться ядовитыми. Люди выходят и собирают все те же наши, которые были всегда на слуху. Это сыроежки, это наши, которые растут, паутинник здесь идет, бледная поганка, мухоморы. Это грибы, которые, ну если мухоморы мы знаем, они как бы наведут, то спутать сыроежку с бледной поганкой возможно очень часто. Хочется обратить внимание, что на территории произрастают вот эти вот дикорастущие грибы, и они опасны чем? То есть, внешний человек может не отличить, но в определенные условия даже обычные съедобные грибы могут становиться опасными. То есть, это если очень жаркая погода, собираются больше токсинов в них. Если эти грибы росли, то есть мы всегда говорим, что нельзя собирать вдоль железных дорог, автомобильных дорог, где скапливаются тяжелые металлы, оседают, что нельзя собирать, если было сильно жарко. В это время перезревают грибы, и споры становятся тоже ядовитыми. Хочется обратить внимание на то, что если не знаете, что это за грибы, его лучше вообще не срывать. Ну полюбуйтесь и пойдите дальше. Нельзя собирать перезрелые грибы, нельзя собирать грибы, которые уже червивые. То есть, при этом даже самый же обычный съедобный гриб может уже становиться ядовитым. Нельзя покупать те же грибы на диких рынках, вдоль дорог, потому что вы, может это грибы съедобные, но вы не знаете, где они росли, где их собрали. Очень опасны грибы для беременных женщин и людей пожилого возраста. За счет ослабленного иммунитета они могут не усваиваться. А что же хочется на что обратить внимание? Что если вы все же таки собрали, то его нельзя надкусывать, употреблять в сыром виде. Все домашние ваши варианты, проверить его, когда кладут лук, посмотреть на цвет, или же обработать там еще чем-то добавками, это не срабатывает. Трепление алкоголя вместе с грибами только усиливает всю клиническую картину отравления и интоксикации. То есть, это не спасет никак. Если, не дай бог, все же таки вы съели и чувствуете, что бывает, становится хуже, хочется призвать и обратить внимание, что все же таки желательно обратиться за медицинской помощью. Потому что от некоторых сортов грибов клиника отравления может отступать от часа до четырех, а у некоторых отсорчены до двух-трех суток. Поэтому нельзя хранить, если вы приготовили грибы, их нельзя оставлять в теплом месте на долгое время. Должна быть определенная термическая обработка и хранение.